Живое пиво становится все популярнее у любителей пенного напитка. Ценители знают, что живое значит без консервантов и химии. Только не все производители так думают. Кропоткинский пивоваренный завод зарекомендовал себя производством именно живого пива. Есть пиво, а есть пивной напиток. К счастью, мы производим пиво. То, что упоминалось в летописи, 60 лет назад, мы продолжаем эту историю. Завод, построенный в 1908 году, немецкие пивовары окрестили «Восточная Бавария». Из поколения в поколение передавались лучшие рецепты пива. Люди выскакивали на станции, хватали ящик пива и везли его в Питер, в Москву, в Уфу, в Челябинск и так далее. Так что оно очень ценилось. Было настоящее живое пиво. Но оно передавалось с поколением в поколение. Технолог Татьяна Николаевна уже 30 лет изучает тонкости пивоварения и хранит те самые популярные у жителей России рецепты советского кропоткинского пива. Вот сейчас мы с вами находимся в варочном цехе, где начинается начало производства пива. Начало всего. Здесь происходит затирание, фильтрация, кипячение в суслах смелия. А начинается пенный напиток с лучшего солода России и зарубежья. Мы очень относимся щепетильно, душевно к подбору ингредиентов. Мы работаем на высококачественном сырье, на отечественном. Раньше мы использовали 20% отечественного сырья и 80% импортного. То есть солод, хмель. То сегодня уже, как сказал наш уважаемый президент, мы все-таки тоже ищем пути импортозамещения. Важнейшие фазы самого процесса варки – это затирание солода, варка основного сусла, брожение и созревание пива. Сам процесс варки длится 10 часов – от затирания до брожения. Но на пивоваренном заводе это непрерывное действие. Температурные и временные режимы отслеживает компьютер. Интересная пауза – это пауза осахаривания. Осахаривание солода, от которого зависит дальнейшее прохождение хорошего процесса. Компьютер не сможет увидеть сам процесс осахарения. Это уже варщик делает сам смешивание. Там две капельки соли, йода и сусла и смотрит в цвет. В итоге кипяченое сусло остывает и отправляется на следующую стадию – брожение. В микробиологической лаборатории выращивают еще один важный элемент пива – дрожжи. Микроскопические живые организмы. Они отвечают за появление спирта. Пиво дображивает в больших, так называемых, танках от двух недель до месяца. Такое длительное брожение не может позволить себе каждый завод, следуя зову рынка. Цилиндры конических танков дображивают под давлением. Дображивают в среднем, в зависимости от сорта, 14 дней. Но могут стоять дольше, набирают вкус, ароматику, увеличивается пиностойкость. Наш завод может позволить себе от 14 до 40 дней держать, для того, чтобы пиво наше стало вкуснее и грестей. На территории Кропоткинского пивоваренного завода еще в 2011 году появилось дополнительно 10 новых датских цилиндроконических танка компании «Хальвриека». От этого увеличились объемы, а главное – улучшилось качество пива. Но прежде чем пиво покинет завод, оно должно быть одобрено комиссией экспертов химической и микробиологической лабораторий. Следим за санитарно-показательными организмами, микроорганизмами пива, плюс микроорганизмами порчи и патогенной микрофлорой. Органолептические показатели не менее важны. Вкус, аромат, цвет. Каждое утро пивовара начинается с дегустации. Пивовар должен всегда знать, что он отдает на розлив. Вот достаточно прозрачное, красивое пиво. Аромат довольно-таки приятный, без посторонних. Вкус сбалансированный, довольно-таки приятный, без посторонних всяких. Вот такое пиво можно отдать потребителю. Пиво готово к розливу в бутылке. Здесь запущены свои линии по производству пластиковой тары, такой как PET-бутылка и Kega 30 литров. Стеклянную емкость в полулитра заводу поставляют партнеры. Машины заполняют тысячи бутылок в ходе ежедневного непрерывного марафона. Продукцию завода можно встретить на прилавках магазинов от Крыма до Уренгоя. Современные системы очистки оборудования позволяют продлить срок хранения живого пива. Консервантов в пиве нету. Мы достигаем вот такой стойкости пива, что мы гарантируем своим партнерам от 15 до 60 суток. Хотя говорят, ой, пиво живое, оно там не больше трех суток как бы живет. Трое суток живет оно, это у тех производителей, у которых очень грязные линии. Есть и секрет, как узнать, что вы выпили настоящее живое пиво. Налейте в стакан, полстаканчика, оставьте у себя на столе, оставьте его на сутки. Если вы придете через сутки, попробуйте, что пиво очень неприятное, уже кислым пахнет, это у вас было пиво. Если пиво будет у вас прозрачное, красивое и вкусное, это было у вас что-то, но не пиво. На Кропоткинском пивоваренном заводе не гонятся за объемами продаж, а улучшают качество путем модернизации завода и сотрудничества с европейскими специалистами. Мы работаем с Кропоткинским пивоваренным заводом по проекту модернизации предприятия, помогаем и улучшаем качество согласно немецких стандартов пивоварения. Качество пива уже очень хорошее, мы поможем сделать его еще лучше. Многие сорта Кроппива – лауреаты специализированных выставок. Золотые и серебряные медали на международных выставках-ярмарках. Живое пиво без консервантов. Сделано на Кубани. Сварено с душой.